Здравствуйте, с вами я, Алена Волкова, и это программа День в Истории. 21 мая 1929 года был подписан указ об установлении звания для начсостава рабочей крестьянской Красной Армии военный переводчик. В этом выпуске мы подробнее узнаем об этой невидимой профессии. Во время войны по скромным подсчетам трудилось более 5000 советских военных переводчиков, многие из которых погибли на полях сражений, емкие и доступные переведенные на их язык фразы убеждали сдаваться в плен целые подразделения. Письменные переводчики работали с технической документацией, поступавшей вместе с помощью от западных союзников по Ленд-Лизу. Для этой деятельности наряду с переводчиками привлекали военных специалистов и механиков. Кроме того, в обязанности переводчиков из штабов входила шифровальная и дешифровальная работа, а также радиоразведка, что требовало не просто знания множества специфичных слов, выражений, диалектов, но и трансформационных моделей. Малейшая ошибка, допущенная переводчиком, могла иметь серьезные последствия, начиная с пустой траты времени и заканчивая гибелью множества людей на фронте. Не последнюю роль играли переводчики первых лиц, которые участвовали в переговорах и конференциях. С окончанием войны и капитуляции Германии связан еще один значимый момент. На Нюрнбергском процессе впервые использовали синхронный перевод сразу на несколько языков. Прежде нигде в мире не готовили синхронистов, при необходимости дубляжа читали уже подготовленный текст. Однако на конференциях использовали последовательный перевод. Для предстоящего судебного процесса такой перевод не подходил, потому что сильно затягивал его. Поэтому возникла необходимость транслировать речь в режиме реального времени на четырех языках. Русском, английском, французском и немецком. В оборудованной наушниками и микрофонном кабинете перед скамьей подсудимых находилось три переводчика. У всех в зале также были наушники. Они слышали речь выступающего и ее перевод на выбранный язык. Действовала пятиканальная система. Но помимо технических неполадок, переводчики сталкивались с эмоциональным напряжением и комментариями, обвиняемых к переводу. В порядке исключения некоторые подсудимые шли навстречу и подсказывали синхронистам некоторые слова. Также им помогали письменные переводы документов с немецкого языка, либо их оригиналы, которые служили визуальной опорой. На этом все. Больше программ смотрите на сайте Музея Победы. С вами была Алена Волкова. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok